С самого утра пешеходная Георгиевская улица превратилась в настоящий праздничный штаб Деда Мороза. Дети и взрослые приносят ему свои поздравления. Ведь именно 18 ноября у главного сказочного волшебника день рождения. Письма и открытки для именинника принимают в ледяной пещере. Здесь же можно и поделку смастерить вместе с родителями, бабушками и дедушками. А еще нарисовать портрет Деда Мороза. Сколько лет сказочному волшебнику неизвестно, но для детей и взрослых он вечный символ чуда и праздника. Знаешь, что у Дедушки Мороза у самого сегодня день рождения? Да, счастья. Счастья пожелала. Деду Морозу, наверное, столько же лет, сколько лет детям. А детям бесконечно лет. Они всегда будут дети и были, и будут. А Дед Мороз для нас всегда молодой. Мы верим в чудеса. И в то, что Дед Мороз существует, конечно, приносит подарки, радует детей и взрослых тоже. Дедушка Мороз, это для тебя. Мы тебя верим и любим, и обнимаем, и целуем. Все открытки, пожелания и поделки собирают в шкатулку. А когда она наполняется, перекладывают в специальный почтовый мешок. Ближе к концу дня поздравлений для Деда Мороза уже сотни. Оставляют их не только дети, но и взрослые. Я пожелала ему здоровья, потому что мы его любим, верим в него и ждем. Каждый год ждем, даже в любом возрасте. Я хочу, чтобы все писали Деду Морозу письма, потому что чудо случается. Пусть будет у каждого чудо в жизни. Я пожелал ему здоровья, счастья и чтобы всегда был молодым. И все вокруг тебя улыбаются. Но никак не сомнений нет, но здесь, что этот Новый год начинается. Песни, танцы, конкурсы и викторины. Во Владимире день рождения Деда Мороза отмечают уже несколько лет. В этот раз для гостей организовали музыкальные и развлекательные площадки. Идея поздравлять Деда Мороза с его Новым годом, это здорово, потому что обычно он поздравляет нас с Новым годом и выполняет наши просьбы. А здесь самое главное – это поздравление, теплые слова самому дедушке, чтобы он долго-долго нас радовал. Ну и, конечно, программы, которые сегодня с самого утра, но он с топом идут на нашем празднике. Очень качественные, великолепные, с элементами интерактива и концертные номера, и отрывки из сказок. Сам праздник придумали более 10 лет назад сами дети. Считается, что именно 18 ноября на родине Деда Мороза в Великом Устюге наступают настоящие морозы. В этот день волшебник продолжает подготовку к Новому году у себя дома и принимает поздравления от детей со всей страны. На концертной площадке улицы Георгиевской зрителям презентовали новогодние программы. Ближе к празднику они пройдут на разных площадках города и области. А еще дети и взрослые могли проявить свои знания в праздничных конкурсах. Машенька, голубушка, помоги мне. Испеклись мои жены и пирожки. Вытащи их. А теперь, внимание, вопрос. Что же ответила Машенька, когда печка обратилась к ней за помощью? Самые активные участники праздника могли выиграть билеты на сказочные представления или на аттракционы. А еще загадать новогоднее желание. Вы сегодня даже приз выиграли. Это хорошо сказки знаете все? Ну да, мы не так давно смотрели некоторые из них, а так, ну, как бы читаем, когда есть время. Что на Новый год хочешь получить? Первый вопрос. Котенка. Ух ты, живого? Да. Скажи, вот как назовешь? Бусинка. Настроение каково? С днем рождения, Дедушка Мороз! Самых маленьких гостей праздника развлекали на игровой площадке у старой аптеки. Сказочные персонажи загадывали детям загадки и даже организовали целый оркестр, который в итоге сыграл песенку на ложках. На празднике в честь Деда Мороза устроили даже световое шоу. Раз, два, три! Огонюк гори! В финале с волшебным именинником устроили сеанс видеосвязи. И дети смогли лично передать ему свои поздравления. Дед Мороз рассказал, что с новыми технологиями дружит и с их помощью всегда узнает, как живут его друзья в разных уголках страны. Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Слышу и вижу вас очень хорошо. А из какого города вы мне звоните? Мы из Владимира, дедушка! Из Владимира! Знаю и очень люблю ваш город! А еще с помощью волшебства все письма и подарки, которые за день написали владимирцы и гости города, прямо во время трансляции переместились к Деду Морозу в большом мешке. Самые лучшие поздравления наградят призами на открытии рождественской ярмарки в декабре. К нам на Соборную площадь должен приехать и сам Дед Мороз. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, Шестой канал. Спасибо!